Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Моисеев, заместитель генерального директора по работе с ключевыми партнерами компании Tiba Systems. Добрый день! Добрый день! Мы сегодня поговорим о интернете вещей в сельском хозяйстве. Знакомая вам тема? Да, конечно, мы одними из первых в России занялись этой тематикой и реализовали уже на данный момент ряд очень интересных проектов по сельскому хозяйству. Наверное, это не единственная сфера деятельности, которой занимается вашей компанией. Не могли бы вы в трех словах рассказать о вашей компании, чем она занимается? Да, конечно. На самом деле у нас две компании. Это тайваньская компания, которая занимается разработкой аппаратных решений и компания Tiba Systems, которая как раз занимается производством программного обеспечения, в частности, платформы для интернет вещей Tiba Agregate. А в чем основная специализация вашей компании? В чем суть платформы Tiba Agregate? Ну, мы разрабатываем эту платформу уже более десяти лет. Первоначально мы начали с управления и сбора данных с различных устройств. Потом это вылилось в некую M2M платформу и сейчас в универсальную платформу, интеграционную платформу для интернета вещей. На базе этой платформы строится порядка десяти различных решений для вертикальных рынков. Это и управление IT-инфраструктурой, это автоматизация производства, это решение для управления умными зданиями, умными городами. Ну и, в частности, вот мы строим решения для сельского хозяйства. Насколько мы понимаем, что интернет вещей в сельском хозяйстве достаточно перспективная тема, и она может решать множество задач. Вот какие ключевые задачи интернет вещей может решать для компаний в сельскохозяйственном секторе? Ну, конечно. Сельское хозяйство, оно так исторически сложилось, что новые технологии в него приходят с небольшим запозданием. Поэтому, когда они уже опробованы в других отраслях, их можно смело применять и в сельском хозяйстве. Задач, которые решаются, может быть много. Это и контроль техники, управление хранением сырья, управление логистикой, контроль производственных показателей. Контроль продукции, удобрений, других химических средств. То есть, первая задача – это контроль, а с точки зрения, скажем так, перспективной задачи, с точки зрения оптимизации бизнеса, эффективности бизнес-процессов – это уже задача следующего уровня? Да, конечно. Вообще, внедрение интернет-вещей в сельском хозяйстве состоит из нескольких стадий. То есть, первая стадия, когда мы обеспечиваем некую инфраструктуру для сбора этих показателей. Это могут быть разные датчики, сенсоры и так далее. Дальше мы должны накопить данные. То есть, на основе накопленных данных мы уже можем подумать, а что мы можем изменить и где, и в каком объеме, чтобы увеличить показатели, увеличить качество продукции, увеличить выход конечного продукта, уменьшить его себестоимость. Ну, и в конечном итоге это все влияет на бизнес, на финансовые показатели компании в целом. Ну, давайте, наверное, может, больше на конкретных примерах, потому что мы знаем, что у вашей компании есть несколько проектов, ну, как, собственно, действующие, так и в разработке проектов по интернет-вещей в сельскохозяйстве. Не могли бы рассказать о некоторых из них? Да, в позапрошлом году мы совместно с компанией «РусАгро», это один из крупнейших агрохолдингов в России, выполнили очень интересный пилотный проект по мониторингу и управлению хранением сырья на конкретно сахарной свеклы. Для решения, ну, как, что представляет из себя этот процесс? Сахарная свекла после сбора, она не может быть переработана вся сразу. Во-первых, она должна какое-то время дозреть. Во-вторых, завод, он просто не позволяет обработать все сырье сразу. Поэтому эта сахарная свекла после сбора складируется на так называемых «кагатах». Кагат представляет из себя кучу свеклы правильной формы и уложенной, соответственно, определенными правилами. Как правило, это бетонированная площадка, там, длиной до 50 метров, шириной до 20, на которую укладывается порядка тысячи тонн свеклы. В процессе хранения в свекле происходит множество биохимических процессов, и основная их часть приводит к тому, что ухудшаются показатели этой свеклы. То есть уменьшается процент глюкозы в ней, ну и, соответственно, выход конечного продукта на этапе производства. Также, ну это могут какие быть процессы, это гниение, и на гниении как раз теряется большая часть урожая. Чем больше хозяйство, тем, соответственно, у него больше эти кагаты. В больших кагатах сложнее поддерживать нужные условия, то есть там играет ряд факторов роль. Это температура, она должна быть не меньше одного градуса, не больше трех градусов, иначе, если меньше, урожай начнет замерзать, и при разморозке он начнет портиться. Если выше трех градусов, то он, соответственно, начинает быть более подвержен воздействию микроорганизмов, крепков, и тоже портится. Влажность должна быть в районе 90-95%. Соответственно, если меньше, она сохнет, если больше, то, опять же, начинаются процессы гниения. И то есть вы, и вот эти, собственно, прежде всего два параметра, это температуру и влажность, вы измеряете? Да, совершенно верно. А как устроено это решение? Решение состоит из нескольких уровней. Это, так называемый, полевой уровень, уровень датчиков, которые расставлены по кагатам и шлюзов. Потом уровень, собственно, самой платформы M2M, IoT нашей. И верхний уровень – это аналитические системы, которые позволяют уже привязать данные с полей к каким-то финансовым показателям, просчитать выход продукции. А вот кто является поставщиками, производителями датчиков, сетевого решения, вот этой части продукта? Это какие-то известные компании? Да, в этом случае поставщиком и разработчиком инфраструктуры связей и датчиков выступила компания «Телекомзащита». Это российская компания. А технологии какие использовались для этого? В позапрошлом году мы использовали технологию Zigbee, это беспроводные датчики, которые сообщали свои показания базовым станциям, расставленных на полях. И те, в свою очередь, передавали нам по простому протоколу в формате текста данные о своем местоположении, температуре, влажности. А сейчас другое решение используется? Да, несмотря на то, что решение Zigbee себя показало достаточно хорошо, в этом году было применено решение изменить эту часть аппаратную и использовать лору. Но здесь преимущества были в том, что дальность лора, соответственно, покрытия можно было больше, и покрытие можно было обеспечить за счет меньшего количества базовых станций. Также было выявлено более низкое энергопотребление, ну и в производстве они подешевле. Подешевле, да? А насколько вообще возможно использовать, допустим, сотовые технологии, или сотовые технологии еще дороже, чем Zigbee и лора, вот для данного решения? Технологии передачи на основе сотовых сетей, они, конечно, имеют право жить, но не в случае сельского хозяйства. Здесь есть несколько причин. Одна из основных причин – это отсутствие качественного покрытия. То есть, если в городе мы можем свободно общаться и передавать огромные объемы данных, то в сельской местности, как раз там, особенно на поле, там просто не будет ловить, и вы не сможете даже общаться голосом. То есть, в большинстве случаев надо с нуля сеть строить, либо это по Zigbee, либо по лоре, либо по другим технологиям. Да. Ну, для примера, строительство временной базовой станции или там аренда на время сезона будет составлять для одного хозяйства порядка 5 миллионов рублей. Это как базовая станция, это сотовая именно? Да, это сотовая. То есть, сотовая по ценам, если строить сотовую станцию, собственно, для таких решений, она очень дорогая получается? Да. А вот есть ли сложности с точки зрения самих датчиков? Насколько технологии датчиков отработаны, которые измеряют температуру, влажность, и там другие параметры, это, в принципе, отработанное решение? Да, сами датчики и их контроллеры – это абсолютно отработанное решение, оно уже десятилетия используется везде, а транспорт, какой мы используем, это не так важно. Вы имеете транспорт сетевой, да? Да. Ну, в данном случае мы понимаем, что решения как раз лоры, это как LP1, Low Power, Access Networks, они как раз наиболее подходящие. А с точки зрения датчиков, которые вы используете в сельскохозяйстве, вы используете датчики для измерения температуры, влажности, а какие-то другие датчики используются в вашей компании, или, может быть, вы планируете использовать другие параметры измерения? Даже в этом проекте использовалось больше датчиков. Также использовался датчик уровня углекислого газа, который позволял выявлять очаги гниения. Ну, и использовалась еще метеостанция, которая сообщала фактическую погоду на поле. Были подключены через сервисы сотовых операторов сервисы по слежению за положением сотрудников и техники на полях, чтобы предотвратить работу техники на чужих полях. И была создана специализированная лаборатория, в которой выполнялось большое количество тестов, моделировались различные условия, и выявлялась степень их воздействия на сырье. То есть, если смотреть на ваше решение, то у вас есть локальная часть решения, это, собственно, непосредственно работа со свеклой, ее хранение, температура, влажность, параметры, там, гниет, не гниет. Это одна часть решения. Вторая часть решения, у вас множество около, скажем так, этого продукта, сервисов, которые дополняются, исходятся в платформу и позволяют принять решения более, скажем так, широкого порядка, не конкретно по свекле, а в целом по производству, по производственному процессу. А как это работает? То есть, эта информация по различным каналам сходится на вашу платформу типа Агрегейт, да? Да, по различным протоколам, используя различные способы связи в различных форматах, ну и, соответственно, все данные с разных приборов имеют разный физический смысл. Они так или иначе попадают в платформу. Платформа эти данные нормализует и структурирует, и дальше они уже готовы для обработки, визуализации и передачи в другие системы. Наша система, в нее были заложены специальные алгоритмы, которые позволяют просчитывать состояние сырья и делать некий прогноз на ближайшее время в зависимости от его текущего состояния, в зависимости от прогноза погоды и прочих условий, до 72 часов. Некоторые данные были заложены заранее, то есть количество заложенного сырья, его начальные показатели, они вводились вручную. Датчики, которые были раскиданы в этих кагатах, они имели функцию сообщать о своем местоположении, и, собственно, любой даже неквалифицированный сотрудник предприятия мог достаточно быстро их расставить, а система уже сама определяла, к какому участку относится та или иная информация. Ну, это в данном случае датчик GPS стоял на каждом. А вот когда собиралась информация, она анализировалась, и в каком виде она предоставлялась, собственно, непосредственно потребителям, и кто потребитель был вот этой информацией непосредственно на сельхозпредприятии? На уровне именно сельхозпредприятий это руководители сельхозпредприятий, которые могли отслеживать в реальном времени на мобильных устройствах, на своих рабочих станциях, что у них происходит с сырьем и какие будут прогнозы. Это технологи, это люди, которые отвечают за хранение сырья. На верхнем же уровне этой системы пользуется и генеральный директор. А какие решения они принимали? То есть вот эта система, они знают, в каких кагатах какого уровня готовности, или там, наоборот, испорченности продукции находятся? Какие решения на основе вашей системы принимают? Здесь все достаточно просто. Принимается решение о том, с какого кагата, с какого участка этого кагата необходимо в первую очередь отправить сырье на переработку. И даже за счет этой простой вещи мы можем экономить большую часть сырья. То есть, чтобы, для примера, на одном только поле может находиться до 100 тысяч тонн сырья, потери могут составлять до 30%, но мы можем повлиять на эти потери в пределах 15%. Вот дается информация, что, допустим, условно, 7 кагатов находятся в такой-то последовательности зрелости. Решение потом принимается автоматически, что вот эти в такой очередности, как показано на интерфейсе, они должны пойти на производство. Или кто-то принимает решение, там, агроном, менеджер? Нет, в любом случае, конечное решение принимает сейчас руководитель, не знаю, как структурный единиц, который отвечает за отправку этого сырья и за хранение. Но система позволяет ему очень наглядно предоставить всю информацию, в том числе посредством уведомлений, там, на электронную почту, посредством смс-уведомлений. То есть, конкретно, какой кагат, какой участок, что с ним сейчас происходит. Вы сказали, что потери происходят до 30% потерь. А вот ваша система, насколько позволяет сократить эти потери? Есть ли какая-то экономика уже просчитана? Насколько она выгодна хозяйству? Да, это посчитано. Точные цифры я сказать не могу, но минимум в половину мы снизили потери на данном участке. Если говорить про денежные выражения, то это десятки миллионов рублей, причем ближе где-то к полсотни. Отлично, хорошие результаты. То есть, если брать для эффективности, с точки зрения инвестиций в интернет вещей, для предприятия сельскохозяйства, то есть, они уже купили... А сколько делится, кстати, проект? Проект длился один сезон. То есть, каждый сезон возобновляемый, по сути дела. А можно купить этот проект уже за сезон? Да, он окупил себя полностью в несколько раз. Включая даже аппаратную часть. Насколько эффективный проект. Интересно. Просто часто рассматривается, что в сельскохозяйстве на их предприятии не так много оборотных средств, которые не могут потратить на высокие технологии. Но если это окупается за один сезон, то это высокоэффективная инвестиция. А это зависит прежде всего от сферы деятельности, от культуры, которую выращивают. Есть достаточно рентабельные культуры, такие как пшеница, но с гектара мы получаем не так много. Вот если брать сахарную свеклу, то рентабельность очень большая. Не большая. Большая. И при затратах, скажем, 15 тысяч рублей на гектар, мы на выходе получаем 25-30 тысяч рублей. Ну вот, разницу мы можем использовать для увеличения эффективности. Эффективности, да. Притом, если вы увеличиваете при таких больших потерях 30%, значительно в разы уменьшаете потери. Скажите, а какие решения другие используете, вот уже реализуете в сельском хозяйстве? Для других целей, для других нужд? Может, даже технологически по-другому устроены? Ну, первый год у нас выявил дополнительные возможности по оптимизации всего того же процесса хранения. То есть, мы можем не просто пассивно наблюдать, как хранится сырье, но на самом деле можно и повлиять на условия. То есть, мы сейчас... То есть, можете управлять обратный, скажем так, сигнал. Обратная связь. Обратная связь непосредственно. За счет использования вентиляционных установок, то есть, здесь уже строится кагат в более сложной форме, внутри которого проложены воздуховоды. С помощью вентиляционных установок, соответственно, подается до воздуха. С помощью форсунок мы можем увлажнять это сырье и исключить большую часть факторов при хранении сырья. Что немаловажно, вы можете делать это эффективно. То есть, система вентиляции, она должна не постоянно работать в увлажнителе, то есть, не включается по мере надобности. Да, это достаточно такая инертная система. Поэтому здесь, во-первых, не нужно какого-то сверхбыстродействия и сверхточности, в отличие от тех же производств. Поэтому решение создается минимальными капитальными затратами и также позволит себя купить в первый же год. Еще одним интересным проектом был контроль производственных показателей. Прежде всего, для того, чтобы что-то контролировать, нам нужно иметь какую-то базу. В нашем случае это данные, статистика по производственному циклу, по состоянию сырья и полуфабрикатов. Мы там, где не было датчиков, установили их, там, где есть использующие, существующие. И все производственные линии, все технологические процессы, которые там происходят, мы замониторили. То есть, у вас каждая производственная стадия мониторилась датчиками? Ну, мониторили самооборудование или продукцию? Именно продукция. В данном случае это была продукция, хотя следующим этапом будет, конечно, оборудование. Но это уже в сторону АСУТП, оно не очень пересекает. Это уже такое, наверное, умное производство уже такое, да? А как можно мониторить продукцию на различных стадиях? Готовое, то есть, это сырье, полуфабрикат, готовая продукция? Так вот как это можно сделать? Ну, если взять тоже свекло, то первоначально это просто клубни, которые перемалываются, выжимаются. А вот датчики где? То есть, непосредственно что измеряется? Непосредственно вот это сырье, да. То есть, его влажность, его температура. Там, если это сок сахарной свеклы, то его мутность, что влияет на качество продукта, либо мы белый сахар получим, либо серый. То есть, опять же, вы контролируете весь процесс, и на той или иной стадии говорите, что данная продукция может перейти на следующую стадию, контролируя температуру, влажность, опять же там. И на основе наших данных сейчас мы разрабатываем алгоритмы, которые позволят практически в реальном времени делать заключение о том, что нужно изменить, какие параметры производства нужно изменить, чтобы увеличить качество и увеличить выход продукции. А вот без вашего решения, как само сельхозпредприятие раньше решало этот процесс? То есть, ходили инженеры, на каждой стадии руками измеряли, то есть, большое количество людей. Да, ну, скажем, простейший пример. Стоит сотрудник, на каком-то этапе у него есть трубопровод, он наблюдает сам своими глазами мутность этого сырья, и если что-то не так, бежит в другой конец цеха, добавляет там марганцовку в него. А сейчас это можно, то есть, автоматически, вы видите сигнал, это добавляется без присутствия сотрудников, да? Пока мы не реализовали, но конечная цель именно такая, да. Ну, фактически, в данном случае уже идет вопрос не о потерях, а оптимизации производственного процесса, да? То есть, он ускоряется или как он... Или тоже, кстати, потери, наверное, тоже какие-то устраняются, да? Потому что, если неправильный бизнес-процесс технологии устроен, то, может, будут большие потери. Да. Все эти процессы, они уже давно просчитаны, но в реальности много слишком факторов влияет на него, поэтому параметры могут выходить за пределы допустимых, ну, и это, в свою очередь, повлияет. А как экономическая эффективность этого процесса для заказчика? Он как-то ее измеряет, вот именно производственного процесса? В чем он ее измеряет? Ну, прежде всего, он смотрит, какой у него выход, получается, на гектар. А опять же, то есть, он получает, что благодаря оптимальному процессу у него из гектара больше получается готовой продукции, да? Да, это как бы наиболее такой общий подход. Конечно, вся продукция, которая везется на заводы, она измеряется, ее там, качество и количество. Да. Соответственно, показатель завода, это какого качества продукта и в каком количестве он получил из той же условной единицы сырья. Интересно. А какие еще решения, возможно, в хозяйстве? Вот вы говорили о контроле техники, о контроле, есть еще такой процесс, как точное земледелие, можно, наверное, еще контролировать такие вещи, как химия, удобрения и так далее. Вот какие там решения интернет-вещей возможны? Прежде чем заниматься точным земледелием, прежде чем внедрять высокие технологии, технологии интернет-вещей в сельском хозяйстве, необходимо решить первоочередные задачи, без которых просто будет очень сложно оценить эффект от применения, и проекты просто могут быть признаны не столь успешными. Эта задача в нашей стране – это воровство, это нецелевое использование техники, это слив топлива, слив различных химикатов и так далее. Есть множество решений, которые касаются этой ниши, сложные достаточно алгоритмы они решают, и сейчас трудно найти крупное предприятие, там и сельхоз, и не сельхоз, которые имеют большой парк техники, которые так или иначе подобные решения не используют. Как только решили эту проблему, можно уже двигаться к технологиям интернет-вещей, потому что они хоть и дают эффект, но все же несколько меньший. Скажите, а вот эти, как называете, относительно простые решения по контролю техники, топлива, химикатов, удобрений и так далее, во-первых, их можно назвать простыми решениями, но все-таки в рамках интернета вещей, то есть это простые решения для интернета вещей. Они-то, как вы сказали, что уже многими используются, многие внедрены. Это решена проблема или это все еще в развитии, это решение на рынке? Ну, у нас народ со смекалкой, поэтому каждый раз он придумывает новые способы. Если даже вот простой пример, когда мы контролируем топливо, мы можем видеть график уровня топлива, если он резко падает, значит был слив. Люди придумали сливать его капельками, ставят так называемые капельницы, и здесь уже нужна статистика и наработки по множеству комбайнов, по его техническим характеристикам, чтобы выявлять именно те машины. Не только как топливо расходуется, а как техника ездит, расход топлива. Ну да, и выявлять какие-то аномалии. То есть у нас 80% парка машин, у них расход один, а вот 20% другой. Значит, надо прийти и посмотреть, а почему. Да, то есть это всегда нужна ручная настройка. Но это всегда было, да? То есть всегда надо человеку вмешиваться, это не только к интернету. Интересным решением является, сейчас тоже внедряется, это технологии точного земледелия. Но эти технологии требуют достаточно больших затрат. То есть это необходимо оснащать саму сельхозтехнику приборами точного позиционирования, и простым GPS или GLONASS здесь не обойтись, потому что точность этих приборов составляет метры или десятки метров. Ну, не очень точно. Поэтому решается проблема за счет расстановки собственных базовых станций на полях, которые позволяют получать дециметровую точность. А вот эти базовые станции, они работают по какой технологии? Ну, вы имеете в виду... Вот для более точного позиционирования, это какая-то известная технология или это какие-то локальные решения по точному позиционированию? Ну, то есть сама архитектура их какая? То есть это... То есть это тоже лоро, очевидно, нельзя использовать или возможно? Нет, лоро это транспорт. Транспорт. Да, и они могут использовать в качестве транспорта лоро, но по сути эта технология очень похожа на те же технологии GPS, просто идет более точная привязка к местности. То есть если мы получаем сигнал со спутника, то не всегда учитывается правильно рельеф этой местности, высота и так далее. Ставится дополнительная базовая станция, у которой положение задается более точно. То есть там до сантиметров точность известна, где стоит эта базовая станция. И она уже корректирует. То есть это коррекция GPS-навигатора, который стоит на комбайне. Она дает некую дельту, которая сообщается в приборы на этом комбайне. А что позволяет делать это решение? Собственно трактор и комбайн более точно едет с точностью полметра или может даже десятки сантиметров, то есть по полю. Это решение ставится совместно с системой навигации и системами подруливания, так называемыми механизмами подруливания и системами параллельного вождения. Ну это вот в случае комбайнера как-то выглядит. То есть комбайн сам направляет по определенному пути, а комбайнер только регулирует? Или как это? То есть уже полуавтоматика такая? Да, вплоть до полностью автоматической работы комбайна. То есть уже сейчас комбайн может работать без водителя, то есть без комбайнера? Да. Но это где-то при нем применяется уже? В России я не видел, но есть множество полигонов на Западе, где тестовывают. То есть наверное еще вопрос о безопасности, конечно, что-то отпустить без водителя. То есть водитель скорее нужен для контроля, чтобы техника в каких-то критических ситуациях должна остановиться, где она автоматически не может остановиться или наоборот ускориться. Да, процесс, который производится водителем, это не только управление транспортом, это еще и управление подвесными механизмами, и там достаточно... Сейлками, да? Сейлки, да. Понятно. А вот если говорить точное земледелие, более шоков в формате, вот это одно из решений точного земледелия. А какие возможности точного земледелия еще предоставляет интернет вещей? Ну, можно пойти в сторону наблюдения за вегетационным периодом растений, наблюдения за неоднородностями почвы, за их эрозией, точное внесение удобрений, точный расчет посевного материала. А это также делается на основе датчиков, которые измеряют состояние почвы, состояние растений на данный момент, да? И они сообщают также в умную систему, платформу информацию эту. Есть несколько способов, если по состоянию земли, по химическому составу, по уровню влаги в земле, как правило, используются сети датчиков. Они расставляются на поле и сообщают свою информацию на какую-то базовую станцию. Если же говорить про растения, их вегетационный индекс, ну, то есть фактическое состояние, насколько хорошо себя чувствует культура на том или ином участке местности, то здесь скорее речь идет о спутниковых снимках, о применении без БПЛА, без пилотных летательных аппаратов. А вот спутниковые снимки, они дают информацию в реальном времени или это с большой задержкой? Я так понимаю, дистанционное зондирование земли имеет свою технологию? Нет, информация подается не в реальном времени, но с достаточной частотой. А вот какая частота? Примерно, чтобы порядок понимать. К сожалению, я не смогу сказать. А вот эта частота позволяет принимать решение, что, условно, растение созрело или, наоборот, оно находится на ранней стадии, но необходим полив. Это какие-то излучения, то есть они в той картине дают, которая может позволять понять не только уровень данного растения, ну и уровень зрелости, но и там желтый, зеленый цвет, наверное, какая-то такая... Используются наблюдения не только в видимом спектре, это и инфракрасный, и рентгеновский спектр. Поэтому есть методики, которые позволяют в зависимости от той или иной культуры, определить по снимку, насколько она готова для сбора и что ей необходимо. И, наоборот, для сбора, полива, химизации, других параметров. Немаловажной частью также является наблюдение за вредителями, за болезнями. То есть если вовремя заметить очаг, то можно очень сильно сэкономить, точно применив те же химикаты. Понятно. То есть по сути дела и BPLI в данной ситуации решает такую же задачу, как спутниковая платформа, только более точно, более сегментно направлена. Более точно и позволяет получать данные быстрее. Быстрее. То есть в более оперативном режиме, то есть пропустил BPLI, узнал точно, что сейчас происходит и так далее. Но по сути дела три уровня. То есть получает спутник, BPLI и датчики на поле, они просто дают полную информацию по всем параметрам. То есть такая трехуровневая система. Ну да, иногда туда включается еще и агроном. Ну да, для управления настройки. А в конечном итоге из-за этого вся информация идет опять же в вашу же систему. Ну по идее должна идти. Я так понимаю, у вас такого проекта пока сейчас нет? Или в разработке находится? Мы сейчас разрабатываем ряд пилотных проектов. Вот именно такого типа? Именно такого типа, да. Здесь мы используем как возможности нашей системы, так и интеграции с другими системами. И как это у вас планируется, что это будет работать? То есть вот это реализуется, три этих канала получения информации. Дальше они идут? BPLI мы не предполагаем использовать. Мы предполагаем использовать спутниковые снимки. Они нам дадут особенности этой почвы. Но это скорее больше нужно даже для тех же агрономов. То есть мы покажем у себя на карте, в каком состоянии находится та или иная культура, состав этой почвы. А агрономы уже будут решать, согласны они с нашими выводами или нет по внесению тех или иных удобрений. Ну и соответственно оперативная информация идёт с датчиков, которые установлены на земле, влажности, температуры, химизации. А химизация также может измеряться датчиком непосредственно, который там в почве находится, да? Да, это множество параметров и по составу химическому, и по электропроводности тоже влияют. А задачи вашей платформы на данном уровне точного деления? То есть вы собираете информацию, даёте её в каком интерфейсе, в каком уровне преподнесения для потребителя? То есть он получает карту, на которой всё вот эти параметры в любом измерении могут быть, там температура, влажность, химизация, качество земли и так далее, так далее, ну уровень там зрелости растений и так далее. Карта — это такой интерфейс верхнего уровня, который больше всего интересен руководителям. Вот карта и какую-то кратенькую сводку. Это один из примеров. На самом деле это может быть абсолютно любой интерфейс. Мы строим под конкретного заказчика, под конкретный проект свой интерфейс, который с ними согласовывается. И он будет решать конкретные задачи, что вот на данном этапе надо это поле полить или наоборот там ядами, не знаю, распылять яды или удобрения нужно, или наоборот уже собирать продукцию. То есть такие решения непосредственно, которые могут помогать, ну в данном случае, агроному или местному локальному менеджеру данного предприятия. Ну да, ну да. Насколько вообще вот российское сельскохозяйство, ну и в принципе готово вот к решениям, как вы сказали, недорогое решение точного земледелия или еще рынок не дозрел? То есть в основном сейчас пока решают вот эти локальные решения, связанные с воровством, с контролем техники, продукции и так далее. Мы подходим к тому этапу, когда все крупные производители так или иначе проблему первую решили и начинают задумываться о второй, об оптимизации. Пока что я не могу сказать, что это могут себе позволить небольшие хозяйства и даже многие средние не смогут себе это позволить. Основные работы проходят именно у крупных сельхозпроизводителей. Часть из них используют свои собственные наработки, часть из них обращаются к компаниям-интеграторам или вендорам, которые предоставляют подобные решения. Спрос растет, ну так же, как и общий тренд интернета вещей. Единственное, здесь есть особенность, это некое такое наследие у нас советского периода, это отсутствие какой-то ответственности за результат, это коллективное сельское хозяйство, оно все еще сказывается. Ну и устаревший парк техники, устаревшие технологии, они, конечно, приходят позже в сельское хозяйство. Вот скажите, когда вы говорите, ну то есть первый вопрос, который вы сказали, это вопрос точного заведения, это вопрос оптимизации, но это вопрос не только оптимизации, это в принципе вопрос управления, когда вы говорите там устаревшие методы ведения хозяйства, они, собственно, когда ты все целиком видишь, точно можешь регулировать, есть обратная связь с объектом управления, то есть по сути дела это новые технологии управления сельского хозяйства можно внедрять на основе ваших решений? Да, это позволяет очень быстро реагировать на любые факторы и управлять всеми процессами. Другой вопрос по точному земледелю. Вы сказали, что это дорогое решение. А в чем его дороговизна? Почему не все предприятия могут его позволить? Потому что эффект не такой быстрый. Система должна выстраиваться долгосрочная. Процесс изменения оптимизации, управленческих изменений, которые за сезон не окупятся. Я правильно понимаю? Да. Это все-таки капитальные затраты. И предприятие, оно в любом случае не готово дать больше, чем дает ему земля. То есть, если он на данном участке земли позволяет ему заработать определенное количество денег, то больше, чем эти деньги, он не готов инвестировать ни в какую технологию. А капитальные затраты? На что здесь идут капитальные затраты? Большая часть это аппаратная часть, это оснащение техники, это какая-то инфраструктура, связи, датчики, сенсоры. Ну и может быть порядка 30-20% это настройка и лицензионное отчисление по программному обеспечению. Или подписка на сервисы. То есть, если мы говорим точно земледелие, если от тех продуктов, которые мы сейчас говорили, воровство это явные такие большие потери. Работа с производством, то, что вы говорите, и с хранением готовой продукции, это уже такой достаточно уже готовый, высокий, скажем так, производство, это уже более высокий передел. А это начальная стадия, наверное, там как раз издержки большие на инфраструктуру, поля огромные, да, если там тепло можно контролировать на конкретном участке конкретно, то здесь надо контролировать огромные масштабы, собственно, сельхозугодий, то есть, естественно, инфраструктура возрастается и стадия более ранняя. Поэтому, наверное, действительно здесь долгосрочные инвестиции, ну и, собственно, большие вложения. А вы сказали, что некоторые предприятия даже сами разрабатывают свои продукты. Такое возможно, что сильные IT-департаменты у сельхозпредприятий? Возможно, но рано или поздно они все равно столкнутся с проблемой, когда им необходимо будет либо набирать очень большой штат сотрудников, которые будут заниматься той же разработкой и внедрением, а это не их профиль. И в любом случае вендор, который делает свою продукцию годами или десятками лет, он сделает ее лучше и дешевле, качественной, чем любое сельхозпредприятие. А сельхозпредприятие должно заниматься своим делом. Тем более, как вы сказали, что это решение достаточно дорогое, а сделать его внутри инхаус на одном предприятии это очень высокие капитальные расходы, очень высокие риски окупаемости. Да. А вот какие-то другие решения вы используете в сельскохозяйстве, которые мы не перечислили? Точное земледелие, то есть мы определились это, собственно, воровство или контроль тех или иных технических средств, горючего средства, это производственные процессы, это складские помещения и, собственно, точное земледелие. Наверное, точное земледелие, с точки зрения пиститов, наиболее большое направление, которое может быть использовано различные возможности для управления семейским хозяйством. Да, пока реальных проектов по точному земледелию у нас не было, но вот планируем сделать на нашей пилотной зоне, которая нам выделила одно из крупных агропредприятий, где как раз будут, наверное, все перечисленные компоненты. Все перечисленные компоненты, которые, то есть практически всю линейку продуктов для интернет-вещей, для сельскохозяйства у вас будет замкнутая. Это и контроль ГСМ, и контроль реактивов, посевного материала, это контроль самих растений на полях с помощью спутниковых снимков, переработки сырья, вплоть до дологистики. А когда эта инфраструктура будет готова, какое у вас значение играет сама платформа типа агрегейт, как система управления сельскохозяйством, как система больших данных, облачный сервис, который, собственно, управляет этим процессом. Некое уже получается такое комплексное платформное решение ERP, или здесь неправильная терминология не подходит? Ну, не совсем. Для управления предприятием используются системы, которые находятся на более высоком уровне. Здесь мы ближе к системам мест, и уровням повыше. То есть это управление непосредственно производственными процессами в различных стадиях? Пока да. Спасибо большое, очень интересная беседа получилась, много интересной фактуры о сельскохозяйстве. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Моисеев, компания Тиба Систем, заместитель генерального директора по работе с ключевыми партнерами. Продолжение следует...